Сегодня мы отправляемся к мысу Синьон, на котором находится храм Посейдона, один из национальных символов Греции, ведь Посейдон бог морей, а Греция морская держава. Мы едем по дороге из Афин, нам надо проехать 60 километров с одной стороны море, а с другой стороны вот такие прекрасные дома. Это пригород Афин, фешенебельные дома, отели, но по пути мы заезжаем на термальное озеро Гулья-Гиммени. Это озеро образовалось в результате землетрясения. А вот и оно, красивейший вид, прекрасный, там уже плавают люди. Здесь, говорят, когда-то купалась и богиня Афина. Вода здесь теплая, сейчас там 23 градуса, но нас предупредили, что сюда поступает морская вода, но несколько соленоватая. Ну, сам ты давай, вперед. Попробуй, вода какая? Какая? Не очень теплая? Ну, ты долго не плавай. Ой, какая прозрачная эта вода. О, ты что, выходи! Ты поэнергичней, поэнергичней подвигайся. Вместе с чайкой. Ты смотри. Слушай, мне холодно из-за тебя. Выйдешь, может быть? Простудишься. Давай, выходи. Дождь пошел. Такой дождь хлынул. Кроме нас еще одна парочка была в воде. И женщина. Вот, скорее выскочили. А это уже вышли на противоположную сторону. Море. Набережная. И здесь морской ресторанчик. Очень вкусные блюда. Пообедали. И поехали дальше. Вот, мы приехали на мыс Суньон. Это самая крайняя южная точка Аттики. Здесь был построен храм Посейдона. Это было еще до греко-персидских войн. Такое мощное сооружение. Греки очень уважали Посейдона. И, конечно, святилище должно быть самым мощным, самым красивым. Храм построен на самом пике скалы, которая возвышается над водами Игейского моря. Кстати, о самом Игейском море. Здесь же, с этой скалы, легенда гласит, бросился в воду царь Игей. Поэтому море называется Игейским. Почему он бросился? Потому как его сын Тесей отправился на Крит сражаться с Минотавром. Обещал сменить черные на белые паруса. Если победит Минотавра и останется в живых. Но так получилось, что не успел сменить или забыл. А царь, увидев возвращающийся корабль с черными парусами, с горя бросился. Вот как раз с этой точки, с этой скалы в море. Поэтому море называется Игейским. Сюда приезжают поэты, художники. И вообще все здесь романтично. Прекрасные закаты. Но, к сожалению, нам не удалось увидеть эти закаты, потому что небо было затянуто тучами. Лучше так сделать. Куропатки Куропатки Какие красивые Это они твещат А какие Что уже там Умара Тихо Тихо Пошли Очередной Турист Посейдон В этот день не расположен к нам был Погода ветреная очень Валера заинтересовался Вот этими камнями Скреплялись Колонны Таким образом Чтобы не развалиться Ну и еще раз Прекрасные виды Смысль Сунион Очень жалко Что небо в тучах И не удалось посмотреть закат Но все равно прекрасно Поехали назад Уже вечереет И мы по дороге увидели вот эти садки Где выращивают рыб греки Тоже было очень интересно И вечер опустился Вечер опустился Вечер опустился Продолжение следует...